здравствуйте ребята сегодня у нас очередная лекция по курсу теория групп ну и тема сегодняшней лекции разрешимые и не патентные группы сейчас я запишу эту тему так оба эти понятия и разрешимые и не патентная связаны как вы помните с понятием коммутанта группы или производной подгруппы на всякий случай напомню что если мы рассматриваем два элемента x и y из группы же то мы можем рассмотреть произведение длины 4 вот такой x и y x минус 1 y минус 1 вот такое произведение как раз называется коммутатором элементов x и y и обозначается квадратными скобочками и так коммутатор двух элементов x и y это вот такое произведение длины 4 ну а если мы рассмотрим подгруппу в группе же порожденные всевозможными коммутаторами тогда такая подгруппа называется производная подгруппой или коммутантом группы же и так как обычно производный будет обозначаться штрихом и также штрих что это такое это подгруппа порожденные коммутаторами x и y где x и y пробегает группу ну иначе говоря можно сказать что производная состоит из произведения конечной длины коммутаторов взятых по парам элементов группы же так но дальше мы понятно что если есть у нас производную мы можем рассмотреть вторую производную третью производную и так далее и вот на этом пути мы приходим к производному ряду значит у нас есть группа же в ней подгруппа же штрих в ней подгруппа же 2 штриха и и так далее и n на производную мы будем обозначать так вот как в анализе так но и если вот окажется что существует натуральное число n такое что энная производная равна е то есть производный ряд обрывается на единичной подгруппе тогда такая группа же называется разрешимой и так если существует натуральное н такое что энная производная равна е то же называется разрешима так ну а что касается нельпатентных групп нельпатентность определяется так мы вводили понятие взаимного коммутанта к аж это подгруппа порожденная коммутаторами вида x и где первый аргумент x берется из к а второй аргумент игрек берется из аж x принадлежит к игрек принадлежит аж так вот если будем рассматривать цепочку такого вида который определяется индуктивно значит же 0 это просто же аж н компонента это взаимный коммутант же минус 1 же вот так можно индуктивно определить то у нас тоже возникнет цепочка вложенных подгрупп же в нее вложена первый компонент аж один понятно что же один это то же самое что же что их нее вложена вторая компонента и так далее вот так возникает ряд который называется нижним центральным рядом группы же и опять-таки если такой вот нижний центральный ряд оборвется за конечное число шагов на единичной подгруппе то есть существует натуральное н такое что же n равна е тогда мы говорим что группа же нельпатентная итак я напишу если существует натуральное число n такое что н-ая компонента нижнего центрального ряда равна е тоже называется разрешение называется нельпатентная так ну вот на этом мы собственно говоря закончилась у нас прошлая лекция и у нас не было скажем так никакой связи между вот этими двумя понятиями на самом деле одно понятие более сильное чем другое а именно давайте докажем такое утверждение что из нельпатентности всегда вытекает разрешимость и так утверждение 1 если же нельпатентно тоже разрешено так но для того чтобы доказать это утверждение мы покажем что между соответствующими компонентами нижнего центрального ряда и производного ряда давайте производный ряд обозначим 1 нижний центральный ряд обозначим 2 значит имеется следующее соотношение а именно покажем что что для любого натурального числа n справедливо n-ая производная содержится в n-ой компоненты нижнего центрального ряда причем доказывать это будем мы индукции по n итак доказательства покажем что выполняется вот такое включение индукции по n так но можно заметить что база индукции здесь очевидно почему потому что у нас здесь компонента же ноль совпадает же и в нижнем центральном ряде компонента же ноль можно сказать совпадать же можно рассмотреть и первый конечно компонент они тоже у нас совпадают итак индукции очевидно дальше предположение индукции и так пусть у нас к той производная содержится к этой компоненте нижнего центрального ряда мы покажем что следующее включение тоже имеет место так хорошо давайте запишем что такое каплю с первой производной и так же каплю с первой производной по определению это производная от производной катой иначе говоря это взаимный коммутант жк и жк дальше мы воспользуемся нашим предположением индукции катая компонента производного ряда содержится в катой компоненте нижнего центрального ряда я могу написать что это будет содержаться в жк жк или это будет содержаться в жк ж я просто вот эту подгруппу заменяю на больше на всю группу же так ну и замечаем теперь что вот это вот взаимный коммутант компоненты жк с же по определению которые мы дали вот здесь вот так раз даст нам следующую компоненту придаст нам компонент уже капли и так вот эти цепочки включения показывает нам что катая компоненты к плюс 1 компоненты производного ряда содержится в к плюс 1 компоненте нижнего центрального ряда так но теперь вернемся к тому что если же не патентно понятно если же не патентно то в этом случае существует натуральное число n такое что же n равное и отсюда мы получаем сразу что энная производная поскольку она содержится в же м а же н равна е отсюда энная производная тоже равна е раз энная производная равна е значит группа является разрешимым так ну вот откуда произошли термина разрешимая сейчас я по-моему уже говорил в прошлый раз разрешимость связана с тем что как было доказано аваристом голова вот таким вот замечательно французским математикам разрешимость группы равносильно тому что соответствующее уравнение но разрешим и скажем так некоторые группы связаны с алгебраическим уравнением равносильно тому что уравнением можно разрешить в радикалах то есть операциях извлечения корня какой-то там степени вот ну и вот соответственно отсюда произошло название разрешимая группа то есть уравнение разрешимого алгебраической в радикалах тогда и только тогда когда группа разрешима но вот в случае например произвольного уравнения пятой степени на самом деле разрешимость сводится к тому что группа голова вот такого уравнения абстрактного она на самом деле изоморф на группе с 5 для алгебраического уравнения пятой степени вот немножечко позже мы с вами увидим что группа с 5 не является разрешимой и вот это является причиной того, что произвольное уравнение пятой степени алгебраической нельзя вообще говоря разрешить в радикалах. Вот такой факт, который вытекает из теории Галуа. Что касается понятия нильпатентной, здесь нужно сослаться на то, что наряду с конечными группами существуют бесконечные группы, в частности группы Ли, которые не входят в программу нашего курса. В теории групп Ли, точнее в теории алгебры Ли, которые ассоциируются с группами Ли, известно, что каждой группе Ли соответствует некоторая алгебра Ли. Тоже вводится понятие нильпатентной группы Ли и нильпатентная алгебра Ли. Нильпатентность алгебры Ли равна тому, что некоторые операторы, которые строятся по алгебре, они называются присоединенными операторами, являются нильпатентными. Помните, у нас было в прошлом году понятие нильпатентного линейного оператора, то есть такого оператора, который в некоторой степени равен нулевому. Так вот, алгебра Ли нильпатентна тогда и только тогда, когда все присоединенные операторы, порождаемые элементами этой алгебры Ли, нильпатентны. Отсюда произошло название нильпатентная группа. Дальше мы докажем следующую теорему, которая дает критерии разрешимости, которая часто применяется при решении задачи. теремии. Итак, теорема 1. Итак, пусть К нормальная подгруппа в группе G. Группа G разрешима тогда и только тогда, когда разрешима нормальная подгруппа К и фактор группы G по К. Доказательства. Так, ну давайте сначала докажем необходимость. Итак, пусть G разрешима. Разрешима, давайте предположим ступень разрешимости n. Ступень разрешимости n. То есть это означает, что уже n производная равна E. А вот n минус первая еще не равна E. Так, ну давайте сначала докажем, что К будет разрешима. Ну давайте посмотрим. Если у нас К подгруппа в группе G, то очевидно отсюда следует, что производная от К будет подгруппой в G штрих. Отсюда К штрих подгруппа в G штрих. Ну это сразу следует из определения производной. Так, ну продолжаем этот процесс. Получаем и так далее. n производная К будет подгруппой n производной группы G, которая у нас равна E. Значит и у К тоже производный ряд обрывается за конечное число шагов. Значит, К разрешима. К разрешима. Так, теперь покажем, что фактор группы G по К тоже разрешима. Так, давайте для этого вот что сделаем. Рассмотрим каноническую проекцию Пи, которая отображает G на фактор группы G по К. Кто-то забыл, я на всякий случай напомню, как действует Пи. Пи от элемента А равно АК. То есть элементу группы А, элементу А из группы G сопоставляется смежный класс по подгруппе К. Так, ну вот, что мы знаем относительно вот этой канонической сюррекции. Как раз мы знаем то, что это отображение является галморфизмом групп, причем оно сюррективно. Итак, Пи — это сюррекция или сюррективный галморфизм. Так, ну вот теперь давайте вспомним. Мы с вами доказывали такой вот факт, что сюррективные галморфизмы, они на самом деле сохраняют производные подгруппы. Мы говорили еще, помните, что произвольные галморфизмы, они уважают производные подгруппы, а сюррективные галморфизмы сохраняют производные подгруппы. Итак, я напишу так. По утверждению из предыдущей лекции мы можем сказать следующее. Давайте так запишем. Ну, прежде всего, я введу такое обозначение полезное. Пусть G с чертой — это будет фактор группа G пока. И вот в силу того, что Пи — это сюррективный галморфизм, отсюда будет следовать, что Пи отображает G штрих в точности на G с чертой штрих. Ну, понятно, что имеется в виду, что Пи мы сужаем на G штрих. У нас Пи действует на всей группы G, но если мы Пи сузим на G штрих, то вот мы получим в точности отображение G штрих на уже производную фактор группы. Вот эта черта у нас означает, напомню, фактор группы G пока. Так, причем очевидно, что это будет опять же сюрективный галморфизм. Сюрективный галморфизм. Опять же, в силу того же утверждения о том, что сохраняется производная галморфизм при галморфизмах сюрективных. Так, ну хорошо, если мы применим еще раз это утверждение, возьмем следующую производную, напишем так, и так далее. Продолжая этот процесс, мы получим, что Пи, суженное на Gn, будет N производную отображать на что? На N производную фактор группы. И это, опять же, будет сюрективное отображение. Так, но у нас по условию Gn равно E, значит, получается, что здесь у нас только E, и E, естественно, отобразится при галморфизме в E. Отсюда следует в силу сюрективности галморфизма, что Gn производная равна будет E. Вот мы доказали, что фактор группы тоже разрешима. У нее n производная равна E. Так, хорошо, ну а теперь давайте докажем обратное. Достаточность. Так, пусть теперь K и G пока разрешима. Пусть под группа K и фактор группы G пока разрешима. И покажем отсюда, что G разрешима. Так, ну давайте опять-таки введем обозначение. G с чертой это будет G пока. Так, ну и давайте пусть K в n-ной степени равна E, то есть n это ступень разрешимости K. Соответственно, пусть у нас G с чертой в степени L. L-тая производная тоже равна E. То есть L это ступень разрешимости G с чертой. Так, итак зафиксировали ступень разрешимости. Пусть здесь K, здесь, например, L. Так, ну давайте вот что посмотрим. Значит, если мы опять-таки рассмотрим отображение P, каноническую сюрекцию, которая G отображает на G пока. Так, тогда у нас P суженное на G L будет отображать G L, L-тую производную на G с чертой L-тую на G L. А G L у нас равно E. У нас по условию L-тая производная от фактор группы равна E. Так, ну и опять-таки из того, что у нас L-тая производная G отображается на E, следует, что вот эта вот подгруппа G L, она будет лежать в ядре канонической сюрекции P. Отсюда следует, что G L – это подгруппа в кернел P. G L, поскольку она отображается в E, значит, это будет подгруппа в кернел P. Так, ну у нас кернел P, P-то понятно, куда действует из G в G по K, фактор группы, ядро P – это в точности K. Итак, мы доказали тем самым, что G L – это подгруппа в группе K, L-тая производная группы G. Так, хорошо, а тогда давайте рассмотрим такую производную G с индексом L плюс N. L плюс N – это производная. В силу того, что G L – это подгруппа в K, L плюс N – это производная, это будет подгруппа в K в степени M. Но у нас-то K в степени N равно E по условию, значит, это равно E. Итак, следовательно, L плюс N-тая производная нашей группы G равна E, значит, G разрешима. Основная идея состояла в том, что если у нас K имеет ступень разрешимости K, а производная G по K имеет ступень разрешимости L, то нужно рассмотреть L плюс N производную группы G. Мы показали, что она тоже равна в этом случае E, значит, группа G разрешима. Так, хорошо, давайте такое следствие отсюда докажем. Следствие 1. Итак, пусть K подгруппа индекса 2 в группе G. Пусть K подгруппа индекса 2 в группе G. Тогда G разрешима, тогда и только тогда, когда K разрешима. Итак, разрешимость группы G равносильна разрешимости вот этой подгруппы индекса 2. Так, ну, доказательства. Во-первых, заметим, что подгруппа индекса 2 всегда является нормальной подгруппой. Мы это с вами доказывали, когда говорили о нормальных подгруппах. Итак, K – это нормальная подгруппа группы G. Так, а теперь давайте посмотрим, что собой представляет G по K. Ну, поскольку K имеет индекс 2, значит, всего лишь 2 имеется смежных классов по подгруппе K, значит, в этот фактор группы, она на самом деле имеет порядок 2, значит, изоморфно будет C2, то есть в абстрактной циклической группе порядка 2. Ну, а вот эта группа C2, раз она циклическая, очевидно, она будет разрешима. Итак, мы видим, что если K у нас разрешима, тогда у нас фактор группы C2 тоже разрешима, ну, и тогда по теореме 1 отсюда будет следовать, что G разрешима. Ну, а обратное, конечно, если G разрешима, то ее подгруппа разрешима. Ну, это вот у нас. Если G разрешима, то и K, и G по K для нормальной подгруппы, они тоже разрешимы. Опять-таки это вытекает из теоремы части. Так, ну, давайте пример разберем. Пример. Вот давайте рассмотрим группу диэдра ДН. Группа диэдра ДН, как мы знаем, она порождается какой-то одной симметрией относительно, ну, какой-то симметрии правильного двоенугольника, скажем так. Ну, и давайте какой-то поворот возьмем. R — это поворот на угол 2P делить на N. Так, ну, вот здесь можно сказать сразу, что если мы рассмотрим такую подгруппу K, это циклическая подгруппа, порожденная R, то, как мы знаем, такая подгруппа будет иметь индекс 2. То ДН делить на K равно 2. То есть поворотов различных ровно в два раза меньше, чем порядок группы ДН. Так, ну и вывод тогда. ДН разрешима тогда и только тогда. Вот это циклическая группа, порожденная R, разрешима. Но циклическая группа, она же всегда Абелева. А Абелева группы все являются разрешимыми ступени 1. То есть эта группа разрешима всегда, как циклическая. Значит, и ДН разрешима. Отсюда следует, что ДН разрешима. Итак, все группы диэдров разрешимы. И более того, они разрешимы ступени 2. Так, хорошо. Еще одно следствие давайте докажем. Следствие 2. Так, пусть К1 и К2 разрешимы нормальные подгруппы в G. Тогда К1 умножить на К2 тоже разрешимы нормальные подгруппы. Доказательства. Итак, мы хотим доказать, что произведение двух разрешимых нормальных подгрупп тоже является разрешимой нормальной подгруппой. Во-первых, я напомню, что мы уже рассматривали такую теорему о произведении нормальных подгрупп. И мы знаем, что произведение нормальных подгрупп всегда является нормальной подгруппой. Я напишу так. Было доказано, это в одной из первых лекций, что К1 умножить на К2 это нормальная подгруппа в группе G. Так, более того, было там же доказано, что К1 умножить на К2 равно К2 умножить на К1. То есть вот такие нормальные подгруппы, они еще к тому же всегда коммутируют. В дальнейшем мы это тоже будем использовать. Так, хорошо. Ну а теперь давайте докажем, что К1 на К2 разрешимо. Значит, по теореме об изоморфизме справедливо следующее. К1 умножить на К2 фактор по К2 изоморф на К1 профакторизованное по пересечению К1 и К2. Была у нас такая теорема об изоморфизме. Вот такой вот изоморфизм имеет место. Так, вот теперь давайте этот изоморфизм используем для того, чтобы доказать, что группа К1 на К2 разрешима. Смотрите, К2 у нас уже есть здесь, скажем так, нормальная подгруппа, и мы знаем, что К2 у нас разрешима. Давайте опишем К2 разрешима. И К2 нормальная подгруппа в К1 на К2. Так, дальше давайте посмотрим А фактор группы. К1 на К2 по К2. В силу того, значит, по теореме 1 все ее факторы группы тоже разрешимы. Факторы группы по нормальным подгруппам. Итак, это тоже разрешимо. Как фактор группа разрешимой К1. Разрешимой группы К1. Итак, мы видим, что у нас есть К2 разрешимая, и фактор группы по К2 тоже разрешима. Вывод К1 на К2 разрешим. Отсюда К1 на К2 разрешима по теореме 1. Так, ну вот мы доказали тем самым, что произведение двух нормальных разрешимых подгрупп всегда тоже является нормальной разрешимой подгруппой. Так, ну вот сейчас мы используем этот факт для доказательств более глубокого утверждения. Это у нас будет теорема о существовании разрешимого радикала, конечной группы. Давайте вот здесь смотрим. Теорема 2. Теорема 2. Теорема 2 о существовании разрешимого радикала конечной группы. Так, пусть G конечная группа. тогда уже существует наибольшая нормальная разрешимая подгруппа давайте обозначим К большую разницу. Такая, что такая, что фактор группы G по К не содержит нетривиальных нетривиальных то есть отличных от Е нетривиальных разрешимых нормальных подгрупп разрешимых нормальных подгрупп разрешимых Доказательствах Так, ну давайте еще раз повторю формулировку теоремы. Г конечная группа утверждается, что в G существует наибольшая нормальная разрешимая подгруппа К такая, что фактор группы уже G по К не содержит нетривиальных то есть отличных от единичной разрешимых нормальных подгрупп Так, ну давайте использовать тот факт, что если мы перемножаем две разрешимые нормальные подгруппы вот следствие 2 то их произведения тоже являются разрешимые нормальные подгруппы Вот давайте возьмем все понятно, что в конечной группе всегда существует конечное число каких-то разрешимых нормальных подгрупп вот мы их все перемножим Итак, пусть К1, К2 и так далее КС все различные разрешимые нормальные подгруппы в G К1, КС все различные разрешимые нормальные подгруппы в G все они между собой коммутируют по утверждению которое мы доказывали еще в начале семестра Значит, рассмотрим тогда их произведения Пусть К это произведения К1 на К2 на КС Так, понятно, что таким образом мы получим наибольшую разрешимую нормальную подгруппу потому что мы перемножаем все какие только есть нормальные подгруппы и так понятно, что это наибольшее разрешимое нормальное подгруппу Кстати, если бы группа G оказалась бы сама разрешимой то понятно, что К в этом случае совпадала бы с G если бы G оказалась бы разрешимой Так, ну вот осталось только доказать что фактор группы g пока не содержит нетривиальных, то есть отличных от е разрешимых нормальных подгрупп. Давайте от противного. От противного пусть в g пока фактор группе, а к мы уже зафиксировали, в том числе существует нетривиальная разрешимая подгруппа l пока, разрешимая нормальная подгруппа l пока. Тогда у нас мы можем записать, что g пока, а в ней нормальная подгруппа l пока. В свое время мы с вами доказывали, что при факторизации по нормальной подгруппе свойство нормальности сохраняется. То есть, собственно говоря, фактор группы имеет нормальную подгруппу, тогда и только тогда, когда l само является нормальной подгруппой fg. Это равносильно тому, что g, в ней имеется нормальная подгруппа l. Так, в ней имеется нормальная подгруппа l. Так, только треугольничка, наверное, не куда-то отсюда. Вот так вот. l нормальная подгруппа fg. Так, и что можно сказать? Поскольку фактор группы l пока не равна e, то понятно, что k должно быть строго вложено в l. Итак, получается, смотрите, что у нас l в этом случае является нормальной подгруппой fg, а k является подгруппой, которая строго вложена в l. Так, ну и тогда что мы имеем? Тогда получается, что так как l пока у нас разрешимая нормальная подгруппа в g пока, и k у нас тоже нормальная разрешимая подгруппа, значит, тогда отсюда и l. Вот из этого включения будет следовать, что l тоже разрешимая нормальная подгруппа. Итак, смотрите, мы получаем, что есть разрешимая нормальная подгруппа, которая больше, чем k. Но это же явно противоречит тому, что у нас k наибольшая разрешимая нормальная подгруппа. Итак, еще раз. Мы хотим показать, что если бы у нас существовала какая-то нетривиальная разрешимая подгруппа в фактор группе, вот мы ее взяли, обозначили как l пока, то это приводит к противоречию с максимальностью k. Итак, еще раз. Если у нас l пока отлично от e и является нормальной подгруппой, нормальность в фактор группе равносильно тому, что l, соответственно, является нормальной подгруппой в g, а так как у нас фактор группы отличный от e, то понятно, что l должна быть подгруппой, которая строго больше, чем k. Вот я это записал, что l строго больше, чем k. Итак, получается, что у нас, смотрите, фактор группы l пока разрешимая нормальная, k является разрешимой нормальной, значит и l тогда тоже будет разрешимой нормальной подгруппой в g. А это противоречит тому, что k является наибольшей разрешимой нормальной подгруппой. Вот мы по построению имели, что k наибольшая разрешимая нормальная подгруппа в g. Вот пришли к противоречию. Вывод, наше предположение о том, что в фактор группе G пока найдется нетривиально разрешимая подгруппа, оно уже было ошибочным. Значит, там только единственная такая подгруппа — это E, тривиальная. Так, хорошо. Давайте запишем определение. Такое определение. Построена наибольшая нормальная разрешимая подгруппа в группе G, которая построена наибольшая нормальная разрешимая подгруппа, называется разрешимым радикалом группы G. И обозначается разрешимый радикал обычно так. Разрешимый радикал. Пишут S от G или пишут так. S R от G. По-английски Solvable Radical. Разрешимый радикал. Так, ну вот теорему осуществования разрешимого радикала мы доказали. Так, дальше важный критерий, теорема 3, будет критерий разрешимости группы. Давайте я, наверное, все вот это сотру. Сформулирую критерий разрешимости в терминах цепочки, вложенных подгрупп. Сформулирую критерий разрешимый радикал. Это чея матрия. Критерия разрешимости группы. Так, следующее условие эквивалентное. А, G разрешимо. В, G существует цепочка вложенных подгрупп. Вложенных подгрупп. Такая, значит, G равная G0. В ней подгруппы G1 и так далее. G, N, давайте напишем, равная E. То есть последняя из таких подгрупп будет у нас единичной подгруппой. Такая, что G, I, T все являются нормальными подгруппами в G. Все вот эти подгруппы, они нормальные подгруппы уже. И фактор группа G, G, I по G, I плюс 1. То есть какая-то И, T факторизуется по следующей подгруппе. Вот такая вот фактор группа Абелева для всех значений индекса I, которые мы здесь написали. Так, и условие V такое. В G существует, опять-таки, цепочка вложенных подгрупп с таким условием. Значит, опять же, я пишу G равно G0, в ней вложено G1 и так далее. В ней вложено G, N и N подгруппа равна E. Такая, что здесь немножечко другое будет условие. Значит, здесь мы говорили, что G, I, T нормальная подгруппа в G. А здесь я напишу так, G, I, T нормальная подгруппа в G, G, I плюс 1 нормальная подгруппа в G, I, вот так вот. Следующая является нормальной подгруппой в предыдущей. И опять-таки, G, I, T по G, I плюс 1 Абелева для всех индексов I, которые здесь сверху мы написали. Так, ну вот, доказывается, что все вот эти три условия А, В, В равносильны. Давайте доказывать их, что они равносильны. Доказательства. Так, сначала покажем, что из условия А вытекает условие В. Итак, пусть G разрешима, мы хотим доказать, что существует цепочка вот таких вложенных подгрупп. Пусть G разрешима. Так, ну и, как вы, наверное, догадались, уже в качестве такой вот цепочки вложенных подгрупп удобно взять производный ряд. Тогда я напишу G, равное G0. Ряд 1, мы его сегодня записывали в самом начале лекции. G равно G0. В нее вложена первая производная, G' и, наконец, N-ая производная. В силу того, что G разрешима будет существовать натуральное число, N такое, что N-ая производная будет равна G. Так, ну давайте проверим только, почему у нас все вот эти вот компоненты производного ряда являются нормальными подгруппами в G. Ну, действительно, мы с вами доказывали такое утверждение, что если K нормальная подгруппа в G, то мы доказывали, что K' тоже нормальная подгруппа. Когда мы говорили с вами о коммутанте, мы доказывали такое утверждение. K нормальная подгруппа, ее производная тоже нормальная подгруппа. Так, ну и в частности отсюда следует, что так как G всегда является нормальной подгруппой FG, отсюда следует, что G' тоже является нормальной подгруппой FG. Так, ну а если G' нормальная подгруппа FG, отсюда будет следовать, что ее производная, вторая производная G' тоже будет нормальная подгруппа FG, ну и так далее. Вот все компоненты производного ряда, в силу вот этого утверждения, что если какая-то есть подгруппа, то ее производная тоже есть нормальная подгруппа, вот мы получаем, что все компоненты производного ряда, все являются нормальными подгруппами в группе G. Ну и наконец то, что Gn, давайте напишем, по Gn плюс 1 Абелева, поскольку n это производная, Gn минус 1, вытекает из того, что фактор группа G по G' всегда Абелева. Было у нас такое свойство коммутанта, что фактор группы G по G' Абелева, но здесь понятно, что Gn производная, это производная, да, Gn плюс 1, это производная Gn. То есть вот как бы сразу применяем к группе G, в качестве группы G берем Gn, применяем вот этот факт. И так получается, что вот это вот условие выполняется, условие B. Так, дальше покажем, что из B следует V. Из B следует V. Ну давайте сравним, в чем различие. В условии B мы записали, что все вот эти вот подгруппы в нашем вот цепочке подгрупп, все эти подгруппы являются нормальными группами в G. А здесь, что Gi плюс 1 является нормальной подгруппой в предыдущей подгруппе. Но я думаю, понятно, что если у нас Gi, давайте так напишем, Gi плюс 1, нормальная подгруппа в G, то отсюда, естественно, следует, что Gi плюс 1 нормальная подгруппа предыдущей, Gi. Как вот в этом убедиться, что из этого на самом деле следует это? Ну давайте вспомним критерий нормальности. Если мы говорим, что подгруппа вместе с каждым элементом содержит и все ему сопряженные, причем сопрягать можно с помощью элемента из G. Если мы возьмем x, например, из Gi плюс 1, то x в степени A должно принадлежать тоже Gi плюс 1 для любого A из G. А тем более это будет следовать для элементов A из Gi. То есть сопрягать с помощью элемента из Gi — это более сильное условие, чем сопрягать с помощью элемента из Gi. Но из того, что это принадлежит Gi плюс 1, следует, что и сопряжение с помощью элемента из Gi тоже будет принадлежать Gi плюс 1. Итак, условие B более сильное очевидно, чем V. Так, ну и осталось последнюю часть доказать, что из V следует A. Итак, пусть у нас есть цепочка вложенных подгрупп, и мы хотим доказать, что группа G разрешима. Значит, здесь мы докажем такое вот вспомогательное включение. Покажем, что Gk, катая производная группы G, является подгруппой в катой компоненте вот этого ряда, вот этой цепочки. Причем это верно для всех K натурально. Так, доказывать это будем опять-таки индукцией пока. Итак, база индукции здесь очевидна. При K равно 0 у нас получается G0 равно G, и здесь катая компонента тоже у нас по условию G0 равно G. Итак, база индукции очевидна. Дальше предположение индукции. Пусть Gк содержится в Gk, и покажем, что Gk плюс первая производная содержится в Gk плюс 1. Gk плюс первая производная содержится в Gk плюс 1. Так, ну хорошо. Давайте вот для этой цели воспользуемся тем, что у нас Gk по Gk плюс 1 абелево. Здесь как раз вот важна абелевость фактор группы. Значит, по условиям Gk по Gk плюс 1 абелево. Что это означает? Абелевость фактор группы. Это означает, что любые два элемента из этой группы, из фактора группы, они между собой коммутируют. Я сейчас запишу так. То есть для любого элемента А и для любого элемента Б, принадлежащего Gk, у нас выполняется коммутатор А Gk плюс 1, вот такой смежный класс, и Б Gk плюс 1 равен Е. Так, ну, коммутатор таких смежных классов, это то же самое, что коммутатор А, Б, Gk плюс 1. Ну, а нейтральный элемент в фактор группе Gk по Gk плюс 1, это очевидно будет сама подгруппа Gk плюс 1. Итак, коммутатор А, Б порождает такой смежный класс, который равен Gk плюс 1. О чем это говорит? О том, что этот коммутатор на самом деле сам принадлежит Gk плюс 1. Вот, напишу, отсюда следует, что коммутатор А, Б принадлежит Gk плюс 1. Только в этом случае у нас порожденный таким коммутатором смежный класс будет совпадать с Gk плюс 1. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну тогда мы можем записать, что у нас вот такие коммутаторы элементов А, Б, взятых из Gk, они же порождают производную. Итак, отсюда мы можем записать, что Gk, производная группы Gk, ее производная, она будет содержаться в Gk плюс 1. Итак, еще раз, мы показали, что для любых элементов А и Б из группы Gk коммутатор их принадлежит Gk плюс 1. Значит, и производная Gk содержится в Gk плюс 1. Но у нас по условию, смотрите, компонента производного ряда с индексом k содержится в компоненте Gk вот этого вот ряда из вложенных подгрупп. Давайте этим воспользуемся. Значит, по предположению индукции, катая производная содержится в Gk, и отсюда, естественно, следует, что следующую производную, если мы навесим, а следующая производная у нас будет K плюс 1, она будет содержаться в Gk' То есть я здесь слева и справа навешиваю производную. Здесь получается K плюс 1 производная, а здесь получается Gk' А мы только что доказали, что Gk' содержится в Gk плюс 1. Ну вот мы, в результате, получили то включение, которое хотели, что Gk плюс 1 содержится в Gk плюс 1. Вот это включение мы с вами зафиксировали, написали, что мы будем это показывать. Итак, знак вопроса здесь могу снять. Так, хорошо. Итак, мы доказали, что у нас соответствующая производная группы G содержится в соответствующей компоненте вот этого ряда из вложенных подгрупп. Но тогда, если мы возьмем n-ную производную, понятно, она будет содержаться в Gn. Отсюда следует, что n-ая производная содержится в n-ой компоненте, которая равна E. Отсюда следует, что G разрешено. У нее n-ая производная обрывается за конечное число шагов, значит, G разрешимо. Итак, мы зациклили все вот эти три утверждения. G разрешимо. В ней существует цепочка вложенных подгрупп с условием, что все они нормальны подгруппы в G и фактор группы Абелевы. Ну а здесь каждая следующая является нормальной предыдущей. И опять же, фактор группы все Абелевы в этой цепочке. Итак, это равносильно разрешимость. Так, сейчас мы докажем еще одну важную теорему. Теорема о разрешимости P-группы. Давайте, наверное, все сотру опять же. Ну и хочу напомнить, что же такое P-группа. У нас уже как-то было определение. P-группой мы назвали такую группу, у которой порядок является степенью простого числа P. П-группы. П-группы. Так, давайте напомню все-таки определение. Итак, конечная группа G называется P-группой. В скобочках мы запишем, что P — это простое число. Можно рассматривать 2 группы, 3 группы, 5 группы и так далее. Итак, конечная группа G называется P-группой. Если порядок G равен P в степени K, то есть является степенью простого числа P. Давайте запишем, что конечная группа G в скобочках порядок G больше единицы. То есть просто единичная группа, состоящая из одного нейтрального элемента, она P-группой, конечно, не считается. Порядок должен быть обязательно больше единиц. Так, ну давайте докажем следующую теорему. Теорема 4. Все P-группы разрешены. Все P-группы разрешены. Доказательства. Так, пусть у нас порядок группы G равен P в степени N. И будем доказывать индукции P. А, база индукции. А база индукции, конечно, когда N равно единичке. А если порядок G равен P, то по следствию из теоремы Лагранжа мы знаем, что такая группа обязательно является какой? Циклической группой порядка P. Отсюда следует, что G изоморфно-абстрактная циклическая группа порядка P. Так она обозначается C, P. Так, ну а C, P, естественно, раз она Абелева, она разрешима. Разрешима как Абелева. Так, дальше пусть для групп G, таких, что порядок G меньше, чем P в степени N, утверждение справедливости. Для групп меньше какого-то показателя степени, а именно меньше, чем N. И докажем для группы G порядка вот такого P в степени N. Так, ну что нужно вспомнить? Нужно вспомнить такой вот факт, который мы доказывали о P-группах, а именно, что всякая P-группа имеет нетривиальный центр. Давайте запишем. Было доказано, что всякая P-группа имеет нетривиальный центр. Итак, я напишу так, Z от G не равен E, что значит нетривиальный центр группы. Давайте его обозначим через Z. Итак, Z это будет центр нашей группы G. Ну, первый случай А. Если центр группы G сам равен G, может такое быть, да? Может, что группа вся имеет центр, состоящий из всех элементов группы. Но такая группа G обязательно какая? Она Абелева. Совершенно верно. Отсюда следует, что G Абелева. То есть единственная группа, у которой все элементы являются центральные, это Абелева группа. Но тогда она, естественно, разрешима. G разрешима. Это случай А. А в случае В, если центр группы G меньше, чем G, то есть является строго вложенной под группой G, тогда мы можем сказать, что порядок этого центра равен будет P в степени K, где K будет строго меньше, чем N, но больше нуля. То есть центр существует, он нетривиальный, потому что K больше нуля. И в то же время K меньше N. Так, ну а теперь смотрите. Центр ведь всегда является нормальной подгруппой. Очевидно, что АЗ равно ЗА для любого А, принадлежащего G. Просто по определению центра. Центр состоит из центральных элементов, они коммутируются всеми элементами группы. Значит, вот это вот равенство выполняется. Значит, отсюда следует, что центр является нормальной подгруппой G. Так, ну и что можно сказать? Что тогда фактор группы G по Z, она будет иметь порядок строго меньше, чем P в степени F. В силу нетривиальности именно нашего центра, порядок центра как минимум P, не меньше, чем P. Значит, фактор группы G по Z имеет порядок, который меньше P в степени F. А значит, применимо предположение индукции. Ну и в то же время понятно, что это будет тоже P-группа. Потому что по террее Милогранжа порядок такой вот фактор группы тоже является степенью числа P. Итак, я напишу, что это разрешимо. Разрешимо по предположению индукции. А центр сам по себе Z тоже разрешимый, потому что центр всегда Абелева группа. И Z разрешимый. Отсюда следует по теореме 1. Раз у нас фактор группы G по Z разрешима, Z разрешима, значит и группа G разрешима. По теореме 1 G разрешима. Вот такое вот индуктивное доказательство. Итак, еще раз. База индукции очевидна. При n равном единице мы сразу получаем разрешимую группу C, P. Дальше предполагаем, что для групп G, P-групп, у которых порядок меньше, чем по степени утверждения справедлива, находим центр, факторизуем по центру и убеждаемся, что фактор группы G по Z к ней применима предположение индукции. Ну а Z сам по себе центр всегда разрешимый, потому что центр Абелева группы. Так, хорошо. Ну и давайте такое следствие отсюда запишем. Следствие 1. Следствие 1. Если же P-группа, то G' всегда строго, так сказать, вложено в G. Если же P-группа, то G' ее производная строго вложена в G. То есть здесь равенство невозможно. Ну, действительно, давайте запишем. От противного. От противного пусть производная G' равна G. Ну а дальше что напрашивается? Взять еще раз производную. Но производная от G равна G, значит, получается, что отсюда будет следовать, что и вторая производная равна G. И так далее. И вообще любая производная равна G для любого натурального N. Просто беря производную с левой и правой части, мы получаем, что всякая производная равна G. Но это противоречит тому, что группа G разрешима. Отсюда следует, что Gn не равно E. Оно не равно E у нас, потому что G — P-группа. Значит, противоречима. И так как только мы предполагаем, что у нас производная подгруппа совпадает с G, мы приходим сразу к противоречию с разрешимостью. А мы уже доказали разрешимость P-группы. Приходим противоречие с разрешимостью. Так, следующая теорема 5 будет у нас о порядках подгрупп P-группы. Теорема 5. О порядках подгрупп P-группы. Итак, пусть G — P-группа. И пусть для определенности порядок G равен P в степени. Тогда для любого K, такое, что K больше либо равно 0, но меньше либо равно n, ну, имеется в виду, конечно, что K целая здесь. K целая. Такое, что K лежит в пределах от 0 до n, в G найдется подгруппа порядка P в степени K. Итак, фактически мы можем любые, так сказать, делители числа P в степени n брать и утверждать, что для любого такого делителя P в степени n найдется подгруппа, у которой порядок равен этому делителю. Так, ну, опять же, доказывается индукцией по K. Доказательства. Индукции по K. Ну, начнем со случая K равной 0. Это очевидный случай. При K равной 0 нам нужно доказать, что существует подгруппа порядка 1. Ну, подгруппа порядка 1 всегда, конечно, существует. Всем понятно. Так, дальше. Предположение индукции. Пусть доказано, что во всех P-группах, во всех P-группах, по группах G. Таких, что порядок G больше или равен P в степени K, существует подгруппа порядка P в степени K. Ну, почему я зафиксировал, что порядок G должен быть больше или равен P в степени K? Потому что если бы порядок группы оказался меньше, чем P в степени K, не было бы смысла говорить о подгруппе порядка P в степени K. Понятно, что порядок G подгруппы никак не может быть больше, чем порядок группы. Правильно? Порядок подгруппы всегда меньше, чем порядок группы. Значит, если мы говорим о существовании подгруппы порядка P в степени K, то понятно, что порядок группы же должен быть достаточно большой для этого. Итак, мы зафиксировали, что есть подгруппа порядка P в степени K. Так, теперь докажем, что в G, такой, что порядок G равен P в степени n, и n больше либо равно, чем k плюс 1, что, естественно, в группе G, P группа, такая, что порядок G равен P в степени n, и n больше равен k плюс 1, существует подгруппа порядка P в степени k плюс 1. Итак, подгруппа порядка P в степени k существует, мы хотим доказать подгруппу порядок, который равен P в степени k плюс 1. Так, давайте опять же рассмотрим zeta G. zeta G не равно E. Так, дальше, если мы возьмем произвольный элемент А, принадлежащий zeta G, то, поскольку этот А отличен от E, то у этого элемента А будет порядок, который является степенью P. Я пишу так, ord A, это будет P в степени, ну, не знаю, G, например. Порядок элемента А. И я тогда утверждаю, что если взять циклическую подгруппу, порожденную элементом А, то в такой циклической подгруппе, очевидно, найдется элемент, у которого порядок в точности равен P. Итак, в циклической подгруппе, порожденной А, найдется элемент порядка P. Давайте напишу элемент z порядка P, потому что элемент А мы взяли из центра группы G. из центра группы G. Так, ну, я думаю, понятно, как такой элемент найти. Например, если ord A, ord A будет равен, например, P в степени L, тогда ord A в степени, P в степени L минус 1, он как раз в точности будет равен P. Потому что если вот такой вот элемент А в степени P в степени L минус 1 еще возвести в степень P, то как раз у нас здесь к L плюс 1 добавится 1, и получится вот как раз число, равное порядку элемента А. И тогда мы получим нейтральный элемент. Так, итак, нашелся элемент z в центре, который в точности имеет порядок P. Так, дальше понятно, что мы можем сделать. Так как у нас вот такая подгруппа, порожденная z, она очевидна, нормальная подгруппа в G, нормальная подгруппа в G, потому что z элемент центра, тогда мы можем рассмотреть фактор группы G по вот такой нормальной подгруппе. Так, и эта группа уже будет иметь порядок, если мы считаем, что G у нас имеет порядок P в степени N, то фактор группы будет иметь порядок P в степени N минус 1. Так, а поскольку у нас N больше равен K плюс 1, то можно считать, что вот этой вот фактор группе применимо предположение индукции. Это очень хорошо. Так, давайте более подробно сейчас я напишу чуть-чуть. Так, порядок фактор-группы. Давайте фактор-группу обозначим G с чертой. G с чертой — это G по вот этой вот циклической подгруппе Z. И порядок G с чертой равен P в степени n-1. Так, тогда я утверждаю, что к этой группе порядок, который у нас больше либо равен, так как n больше либо равен k плюс 1, значит, это у нас будет больше либо равен больше либо равен P в степени k. Так, порядок G больше либо равен P в степени k. Значит, отсюда следует, что существует у нас подгруппа порядка P в степени k. Отсюда следует... да, это порядок G с чертой. В G с чертой существует подгруппа порядка P в степени k. Вот мы это записали. Предположение индукции. Пусть уже доказано, что во всех P-группах G, у которых порядок больше либо равен P в степени k, существует подгруппа порядка P в степени k. Вот мы нашли подгруппу G с чертой, у которой порядок, она является P-группой, порядок больше либо равен P в степени k, значит, не существует подгруппа порядка P в степени k. Так, ну давайте обозначим тогда G с чертой. Эту подгруппу обозначим h с чертой. h с чертой имеет порядок p-степеника. Но у нас h с чертой, фактически, это что такое будет? Это какая-то подгруппа h в G, профакторизованная по z. Так, ну давайте тогда найдем порядок h. Отсюда будет порядок h будет равен порядку h с чертой умножить на порядок z. Получается, p в степени k умножить на p, то есть p в степени k плюс 1. Итак, мы доказали, что существует такая подгруппа h в G, существует подгруппа h в G, такая, что ее порядок равен p в степени k плюс 1. Причем мы взяли любую группу g, у которой порядок равен p в степени n, где n больше, равно k плюс 1. И такую вот подгруппу нужного порядка нашли. Итак, мы тем самым доказали по индукции, что все группы, скажем так, промежуточных порядков между нулем, между единицей, извиняюсь, и p в степени n, то есть все делители, которые существуют у p в степени n, для вот каждого такого делителя существует подгруппа, у которой порядок равен этому делителю. Вот такая теорема подгруппах. Так, у нас еще осталось 5 минут, я еще успею несколько, наверное, определений дать. А именно мы переходим к теме «Простые группы». «Простые группы» «Простые группы» Определение. Группа G, такая, что порядок G больше единицы, называется простой группой, если она не имеет нетривиальных нормальных подгрупп. Если она не имеет нетривиальных, я в скобочках запишу, что это подразумевает слова нетривиальных. Нетривиальных, то есть отличных от Е и самой группы G, если она не имеет нетривиальных нормальных подгрупп. Так, ну и сразу же давайте докажем такую вот простенькую теорему, теорема 1, которая описывает все простые Абелевы группы. Итак, среди Абелевых групп простыми являются В точности циклические группы C, P, где P — простое число. Итак, циклические группы порядка P, где P — простое число, и только они являются простыми. Я думаю, уже из этой теоремы понятно, почему такие вот названия — простые группы. Потому что если бы мы вот рассматривали только Абелевые группы, то простые группы как бы отвечают простым числам. Вот отсюда как бы и название произошло — простые группы. Так, ну доказательства. Ну, прежде всего, мы должны убедиться, что группы вот такого порядка P простого, они являются простыми. Ну, действительно, если мы возьмем G, равное C, P, а P — простое, то по теореме Лагранжа любая подгруппа должна иметь порядок, который является делителем числа P. А у числа P не так уж много делителей. Это либо единица, либо само число P. Но отсюда следует, что все подгруппы, которые есть у C, P — это тривиальные подгруппы. Это единичная подгруппа и сама группа. Я пишу так, отсюда следует, что нет нетривиальных подгрупп. А значит, нет нетривиальных нормальных подгрупп. Так, ну а теперь наша цель показать, что если группа имеет, например, составной порядок, то она уже не является простой. Так, это А, Б, пусть порядок G равен N. По-прежнему G у нас Абелева группа, где N — составное число. Вот наша цель показать, что G непростая. Покажем, что G непростая. Так, хорошо. Давайте возьмем какой-то элемент А из группы G, такой, что А не равен Е. Такой элемент, конечно, всегда найдется у нас. Так, дальше мы можем сказать, что у нас Орд А будет делиться на какое-то простое число P. Ну, понятно, что порядок А у нас больше единицы, и этот порядок обязан делиться на какое-то простое число. Тогда, если мы будем считать, пусть у нас К — это Орд А, и К будет равен, например, Q умножить на P, то, что мы имеем? А в степени К будет давать у нас Е по определению порядка, и тогда А в степени Q, вот такой вот элемент А в степени Q, будет иметь порядок, равный в точности P. Орд А в степени Q равен P. Итак, мы нашли в нашей группе G элемент, у которого порядок равен в точности P. А именно, если мы берем А какой-то ненулевой элемент, К обозначаем его порядок, К делится на какое-то простое число P, неважно какое, можно записать в таком вот виде. Итак, порядок А в степени Q равен P. Тогда, если мы рассмотрим циклическую подгруппу, порожденную А в степени Q, ее порядок будет равен P, понятно, что эта группа, в свою очередь, она будет нормальной подгруппой в группе G. Потому что у нас группа G Абелева. А в Абелевой группе всякая вообще подгруппа является нормальной подгруппой. Итак, в группе G, у которой порядок является составным числом, мы нашли подгруппу порядка P, где P простое. Ну, понятно, что она будет нетривиальной, правильно? Потому что у нас порядок группы составное число, значит, вот эта вот подгруппа, которую мы нашли, она никак не может со всей группой G совпадать. Итак, я напишу, что G непростая, так как имеет нетривиальную нормальную подгруппу. И этой нормальной подгруппой является циклическая подгруппа, порожденная А в степени. Осталось рассмотреть еще только один вариант. Смотрите, когда мы говорим о Абелевых группах в теореме 1, мы имеем в виду и бесконечные Абелевые группы в том числе. Вот покажем, что если группа, например, является бесконечной Абелевой группой, то в ней тоже, так сказать, она тоже не будет простой. Здесь мы рассмотрели только случай группы G конечного порядка. У нас порядок G равен N, где N составное число. Итак, часть В. Пусть порядок G равен бесконечности. Так, сразу опять-таки здесь можно рассмотреть такой случай, когда в G найдется элемент конечного порядка. Если в G найдется А такой, что порядок А равен N, то опять-таки можно взять циклическую подгруппу, порожденную элементом А, и она будет как раз у нас нетривиальной. Она будет нетривиальной, потому что это все-таки группа порядка N, а у нас G имеет порядок бесконечности. Понятно, что она будет нетривиальной. Так, а теперь пусть у нас в G будут элементы только бесконечного порядка. Следующая возможность. Если в G все элементы бесконечного порядка. Бесконечного порядка. Такое тоже бывает. Тогда возьмем опять же произвольный элемент А, принадлежащий G. Он имеет бесконечный порядок. Тогда можно сказать, что циклическая подгруппа, порожденная А, в этом случае, будет изоморфна в группе целых чисел по сложению. Понятно, что циклическая группа, порожденная элементом А, бесконечного порядка, состоит из всевозможных степеней элемента А. Ну и, естественно, такие всевозможные степени образуют группу изоморфную Z. Тогда мы можем взять циклическую подгруппу, еще порожденной элементом А квадрат. Она будет заведомо строго меньше, чем группа, порожденная А. А это у нас подгруппа, которая лежит в G. Итак, смотрите, мы нашли нетривиальную подгруппу. Вот она, циклическая подгруппа. Она бесконечная, кстати, группа, которая строго содержится в G. И тем самым мы доказали, что G не является простой. Так, ну вот, на самом деле, теорема о структуре простых групп среди Абелевых групп полностью доказана. И так простыми являются в точности циклические группы порядка P. Ну и давайте сегодня на этом уже закончим. Спасибо всем за внимание.